У орхидеи сгнили корни. Что делать? Если вы обрежете все гнилые корни и корней больше нет или почти нет, и вы посадите ее в кору, она пропадет. Надо ставить на наращивание корней. Наращивание корней мы производим на керамзите мелком или в керамзите, если есть хоть какие-то корни. Вот эта орхидея, у нее оставался один корень, вот этот вот темненький. Из него она выпустила боковой корень и два корешка нарастила. Это где-то полгода она стоит на наращивание корней. Процесс небыстрый. В результате тот стаканчик, в котором она это делала маленький, она его переросла. И теперь мы будем ее сажать в стаканчик побольше. Вот на таком мелком керамзите она сидела. Просто сверху. Теперь мы берем стаканчик побольше, но засыпаем не полный стаканчик керамзитом, а где-то чуть больше половины. Вот такой вот дренаж цветочный мелкий керамзит. Засыпаем. И когда она еще нарастит корней, тогда мы досыпем керамзитом и посадим ее повыше. Вот это очень важный момент. Стаканчик должен быть по величине корней. Вот такая посадочка теперь у нас будет. Сверху я мох теперь класть не буду, потому что ей уже хватит и так питания от этих трех корней. Дополнительный мох не нужен. Если у вас совсем нет корней, берете керамзит мелкий, берете мох, делаете моховое гнездо и сверху укладываете этот мох. Мха надо брать больше. И увлажняете мох по мере просыхания. В такой посадочке она начинает наращивать корни. И, как вы видите, успешно их нарастила.